Всем привет! Это канал Про Цветок, на котором мы рассказываем простым и понятным языком про уход за садами и огородом и помогаем в растить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий, и сегодня я хочу вам рассказать о древесной золе, о тех растениях, которым она крайне необходима. Вначале разберем, что входит в состав золы. В зависимости от породы дерева, древесная зола может содержать в себе от 40 до 75% кальция, до 13% калия и до 7% фосфора, а также различные микроэлементы. Больше всего калия в золе лиственных пород, а меньше всего в золе хвойных пород. Еще с древних времен люди применяли золу как натуральное удобрение, особенно на тех почвах, где не хватает калия и фосфора. Кроме этого, зола, как и известковое удобрение, нейтрализует излишнюю кислотность почвы, поэтому ее можно применять вместо доломитовой муки, либо извести. Древесную золу можно вносить под перекопку грядок в осенний период с целью нейтрализации кислотности почвы. Но так как зола быстро нейтрализует почву, золу можно использовать и в весенний период, если вы не успели это сделать осенью. Нормы внесения золы, конечно же, зависят от кислотности почвы. Лучше всего золу применять небольшими порциями, вносить ежегодно в небольшом количестве. Например, я вношу каждый год золу из расчета 1 стакан на квадратный метр. Можно же, конечно, внести золу и в большем объеме, но тогда кислотность почвы резко меняется. И для всех культур это будет в лучшую сторону. Если у вас на огороде почва нейтральная, щелочная, то, конечно же, золу в сухом виде ни в коем случае нельзя применять. Произойдет еще большее защелачивание почвы. На почвах щелочных золу можно применять только в виде настоя. Когда вы делаете настой золы, в осадок выпадает вот этот известковый состав. Этот осадок мы выбрасываем и используем только настои, в котором есть необходимые питательные элементы. Калий, фосфор, микроэлементы. Золу может заготовить каждый огородник, если у вас есть печка в доме. Вы пользуетесь каждый день ей, топите дровами и у вас всегда остается зола в достатке. Но если печки нет, например, у вас в доме газовое топление, то золу можно приобрести в садовых центрах и магазинах. Хранить золу нужно строго в сухом помещении, чтобы туда не попала вода. Иначе весь калий просто вымоется из золы, и зола потеряют ценные свойства. Древесную золу я широко использую в своем саду и огороде. Особенно люблю вносить золу под чеснок, потому что эта культура не любит кислых почв, любит расти на нейтральных почвах, а также очень требовательно к калию и фосфору. Поэтому осенью, когда я готовлю грядку под чеснок, я вношу туда перепревший компост, либо навоз, а также древесную золу. Опять же, норма такая, стакан на метр квадратный. Все это перекапываю и высаживаю чеснок. Он всегда хорошо растет и полноценно развивается. Весной золу я использую при посадке лука. На этот раз золу я не вношу под перекопку, потому что лука я высаживаю достаточно много, и у меня попросту нет такого количества золы. Я делаю после перекопки грядок рядки и насыпаю туда немножко золы, и затем высаживаю в этот рядок мои луковички. И все, растения получают необходимое питание, хорошо развиваются. Но, пожалуй, самая отзывчивая культура на внесение золы – это капуста. Дело в том, что капуста любит расти на нейтральных почвах. На кислых она растет плохо и часто поражается таким заболеванием, как капустная кила. Поэтому, когда я готовлю лунки для посадки капусты, я всегда вношу туда по небольшой горсточке золы. В итоге капуста хорошо растет, нейтрализуется излишняя кислотность и вырастают крупные и плотные кочаны. Так как в золе содержится много калия и фосфора, то золу можно вносить и следует вносить под такие корнеплоды, как свекла и морковь, а также картофель. Опять же, вносим золу под перекопку грядок либо в осенний период, либо в весенний. Норма внесения, конечно же, опять зависит от кислотности почвы. Например, на моем участке почва слабокислая, поэтому опять вношу на квадратный метр примерно стаканчик древесной золы. В сезон многие дачники сталкивались с такой проблемой, что на носике плодов томатов возникает черное плотное пятно. Это физиологическое заболевание – вершинная гниль, которая происходит чаще всего при недостатке кальция в почве. И вот этот недостаток поможет устранить именно древесная зола. Древесную золу можно вносить в теплицу под перекопку почвы в осенний либо весенний период, а также можно готовить зольные настои, что в лучшей степени помогает усваивать томатам необходимый кальций. Очень часто в сезон дачники готовят зольные настои для полива томатов с целью обеспечения их калием. Но происходит определенный дисбаланс. Дело в том, что если применять очень часто зольные настои, то калий может блокировать кальций. И в этом случае опять возникает вершинная гниль. Поэтому я все же рекомендую не использовать зольные настои без уксуса. Если вы хотите подкормить свои томаты, чтобы они полноценно получали все необходимое питание и кальций, и калий, то лучше готовить вот такие вот растворы с золой с добавлением уксуса. Как их приготовить? Берем один стакан золы, засыпаем в 10-литровое ведро, затем добавляем полный стакан 9% уксуса, гасим это все, и заливаем водой, 10 литрами воды. Все это перемешиваем и подкармливаем томаты. Уксус выступает как хелатирующий элемент, он препятствует блокировке одних элементов другими, и поэтому томаты получают все необходимое питание в достатке и полноценно развиваются. Кроме всего прочего, зола обладает и дезинфицирующими свойствами. Например, мы дома выращиваем рассаду томатов и перцев, и очень часто, особенно при обильных поливах, на поверхности почвы может возникать плесень, и рассада в таком случае может погибнуть. Чтобы быстро остановить развитие плесени, просто берем древесную золу в сухом виде и посыпаем по поверхности почвы. И все, развитие плесени прекратится, рассада будет здоровой. А еще золой можно опудривать срезы корнеплодов и луковиц. Например, когда мы высаживаем лук в теплицу на зелень, срезаем макушку луковицы, обмакиваем в золу, высаживаем, либо разрезаем семенной картофель на несколько частей. Также опудриваем из срезы золу. Они подсыхают, дезинфицируются, и можно высаживать эти клубни в почву. Как видите, зола – это очень ценное натуральное удобрение, и получить золу может каждый. Поэтому применяйте ее спокойно в своем саду и огороде, и у вас будет хороший урожай. Просветания вам!